На открытии фотовыставки рассказали о дружбе народов России и Кореи, о том, что ежегодно 14 августа как Северная, так и Южная Корея вместе с Россией празднуют День освобождения. В этот день, в 1945 году, советские солдаты вместе с корейскими патриотами освободили корейский полуостров от колониальной оккупации Японии. 4,5 тысячи солдат Красной Армии участвовали в битве, 38 из них получили звание Героя Советского Союза. Консул КНДР познакомил с фотографиями бурятского министра, депутатов Народного хурала и остальных высоких гостей. Все показывают фотографии о том, что наш товарищ Ким Ченгил посвятил и российские федерации, для того, чтобы развивать отношения между двумя странами. Я надеюсь на то, что эта выставка показывает населению Республики Братья и Улан-Удэ о том, что отношения между двумя странами, благодаря усилиям государства двумя странами, очень отлично развивались и будут укрепиться, развиваться на высоком уровне. Главная цель фото-выставки – чтобы бурятский народ увидел культуру и традиции северокорейского народа. Большой популярностью у лаунденцев уже пользуются выставки декоративно-прикладного искусства КНДР. Это особая техника изготовления картин из ракушек и природного материала. Отметим и то, что наши люди тоже побывали в Северной Корее с ответным визитом. В 2019 году по инициативе Торгово-промышленной палаты в Хеньян отправились бурятские бизнесмены, которые смогли поделиться и перенять опыт своих корейских партнеров. КНДР – это наш давний друг и партнер для Российской Федерации. Стоит отметить, что СССР в 1948 году одно из первых государств признало КНДР и установило с этой страной дипломатические отношения. Поэтому в этом году мы уже отмечаем 73-ю годовщину со дня их установления. У нас связывают прочные узы дружбы еще со времен в годы Великой Отечественной войны, когда мы помогали, советские войска помогали отстаивать свободу и независимость корейского народа. Добавлю, что фотовыставка в Музее истории имени Хангалова пройдет до 25 августа до 3 часов дня. Вход свободный. Дмитрий Гомбоев и Алексей Жилин. Новости дня.